Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я смотрю за развитием событий с точки зрения иммиграционной политики Австралии, с точки зрения нашего, вашего, точнее, оставания в Австралии. Я хотел бы сказать, что за те 22 года, пока я нахожусь в Австралии, политика австралийская менялась от «не пущать», скажем так. Так, затем, где-то года до 2000-2001, до последней половины правления Джона Хауарда, это когда пускали всех, лишь бы они здесь отучились пару лет хотя бы. Затем была политика, когда оставались те, которые закончили в действительности высшее оборудование, были грамотные люди. И что сейчас происходит, и это до коронавируса стало происходить, поддают людей как можно больше. Что касается иммиграции, то она то же самое. От какого-то скачка Бритони Хауарди, на мой взгляд, и при первых либористах, до позиции, когда, собственно говоря, сокращается до минимума возможная, опять-таки, миграция в Австралию. И, опять-таки, это не связано с коронавирусом. От слова «вообще». Что планируется делать? Заявления равные. Говорят, что будет увеличиваться количество иммигрантов, говорят, что будет сокращаться количество иммигрантов, говорят, что будет легче приезжать студентам, говорят, что будет приезжать студентам тяжелее. Мы, скажем так, точно этого не знаем. Что, я думаю, будет происходить? Я думаю, будет происходить смена правительства, смена приоритетов в отношении иммиграции со стороны публики. Или, грубо говоря, публика-то хавает то, что ей дают. Сегодня они антимиграционные, антимигрантские настроенные. Завтра, если правительство вдруг решит, что им нужна дешевая и покладистая рабочая сила, они ведь привезут сюда новых иммигрантов. И, соответственно, если сравнить нас со средней массой австралийцев, ОЗИ, которые работают в промышленности, в разных отраслях хозяйства Австралии, мы менее прихотливы, нам не нужны профсоюзы, нам, собственно говоря, penalty rates тоже не важны. Нам очень многое, что не важно. Мы привыкли получать деньги за свой труд, за какие-то конкретные вещи. И социальная поддержка нас не очень интересует. Ну, не привыкли мы к ней особенно. А, соответственно, мы выгодны тем людям, которые реально управляют этой страной. И после ухода трамписта Скотта Моррисона к власти придут глобалисты, которым по барабану весь этот австралийский народ. Им главное, чтобы их денежная машинка крутилась. Соответственно, я надеюсь, что из-за этого иммигрантов будет больше. И в основном это будут скиллты-мигранты. Но, на мой взгляд, никто особенно не будет озабочен этим делом. Будет гораздо меньше регулирования. И всем абсолютно все равно, поедут люди в регионы или нет. Чтобы наполнить регионы хорошей, квалифицированной рабочей силой, хотя бы той силой, которая хочет работать, нужно людей туда привлекать. Но, манимейкинг машин, то есть машинка для делания денег, которая находится в руках людей, таких как Джеймс Пейка, таких людей, как Фрэнк Лови, Гарри Тягубов, Гендель и так далее, Пратт, она же ведь находится в больших городах, правильно? Неприхотливая рабочая сила им нужна в больших городах. Поэтому я не думаю, что так уж сильно будут давить на то, чтобы заполнялись регионы. Думать о будущем Австралии? А, собственно говоря, кто из властей думает о будущем Австралии? Назовите мне хоть одного премьер-министра за последние годы со времен Джона Хаварда. На мой взгляд, никто, ни либористы, ни тем более либералы о будущем Австралии не думают. Они думают о своем кошельке, они думают о каких-то следующих выборах и не более того. Ну, такая специфика, если хотите, буржуазного демократического общества. Поэтому, я думаю, что нам можно смотреть на будущее более оптимистично и, соответственно, и на выдачу студенческих виз, и на даже оставание по всем типам виз, включая профессиональную эмиграцию. Будет ли нам лучше от этого жизнь в Австралии? Ну, я бы сказал так. Пустите нас сюда, мы сами разберемся, будет нам лучше или будет нам хуже. Мы привыкли все вопросы решать сами, и поддержка государства в этом нам не нужна. Спасибо. Продолжение следует...